Здравствуйте! В эфире Вести Алтай Агробизнес. В студии Дмитрий Клишин и это новости агропромышленной сферы нашего региона. Почти все зерно уже в закромах. Государство приступило к массовым закупкам урожая в интервенционный фонд. Уборка и учеба. Студенты профессиональных лицеев на полях ведущих фермеров изучают фирменную культуру Алтая. Поспело-алтайский эксклюзив. Это и сахарная свекла, и соя, и облепиха. Знаменитый веселый молочник может поселиться на Алтае. Джастас Уолкер ищет регион для расширения производства. Подробнее обо всем этом прямо сейчас. Финал уже близок. Зерновые культуры в крае убраны на площади около 3,5 миллиона гектаров. Это более 90% от запланированного. Валовый сбор зерна превысил 4,5 миллиона тонн. Уборку зерновых завершили Рубцовский, Егорьевский, Ребрихинский, Родинский, Хабарский и Троицкий районы. Практически все зерно уже в закромах. Государство приступило к массовым закупкам нового урожая. Месяц назад излишки точечно скупали в Крыму. В понедельник зерновые интервенции стартовали на Урале. В среду к торгам присоединилась Сибирь. Мини-сессии на региональных площадках национальной товарной биржи будут проходить дважды в неделю. Сибирские аграрии в первый же день торгов реализовали порядка 83,5 тысяч тонн зерна. 15 тысяч тонн из них поставили 5 в хозяйство Алтайского края. Наш регион торговал исключительно пшеницей самого высокого, третьего класса. Всю ее приобрели за максимально возможную цену. Известно, что это зерно на хранение примут Бурлинский, Каменский и Третьяковский элеваторы. Всего же в нашем регионе работает 58 хлебоприемных предприятий. Накануне расконсервировали Барнаульский, Шипуновский, Ребрихинский и Михайловский элеваторы. Государство на Алтае планирует закупить до 300 тысяч тонн зерна. Для сравнения, месяц назад в Южном федеральном округе в интервенционный фонд закупили в три раза меньше. В отличие от традиционных аукционов, цены во время зерновых интервенций фиксированы. Они установлены приказом Минсельхоза и варьируются от 7400 рублей за тонну продовольственной ржи до 10900 рублей за высококачественную пшеницу третьего класса. И еще одна особенность. Поставщик в закрома родины имеет право в течение года выкупить все зерно назад за ту же цену, за вычетом затрат на хранение. Хлеб всему голова, но фирменной на Алтае считается другая культура. Своё имя она получила от греческих монахов, которые привезли ее с собой из Византии. Так получилось, что третьим Римом для любимейшей в народе гречихи стал наш регион. В крае 560 тысяч гектаров гречихи, с которых аграрии планируют получить до полумиллиона тонн зерна. Вот она, фирменная аграрная культура нашего региона. В Алтайском крае в этом году вырастили более половины всей гречихи в России. И самой гречневой территорией в нашем крае является Косихинский район. Если в краевой структуре посевов гречихи отвели около 15%, то в Косихинской все 70%. И это неудивительно. Гречиха здесь растет лучше, чем где-либо еще. Уже намолочено 2000 тонн при урожайности 15,5 центов с гектаром. И по экономике хозяйство рассчитывается с кредитами. Я думаю, будут средства, чтобы обновить технику. Для сравнения, в среднем по краю эта культура дает чуть больше 8,5 центов с гектара. Но в хозяйстве Анатолия Иванова считают, могло быть и лучше. Цвела она массово, цвела красиво. Казалось, что много закладывается зерен на растения. Но оказалось много пустоцвета. Повлияли все-таки погодные условия, она не опылилась. И много пустого зерна. Опытные механизаторы с молодой сменой делятся секретами уборки гречихи прямо на поле. Для того, чтобы качественно убирать, комбайн всегда должен заходить сверху растения. Или, так называется, голова. Теперь, если он будет заходить с обреза, то получается, что подборщик будет за нижнюю часть растения захватывать. И получается, что у нас волок будет в этом случае вот так вот стукаться. Куда зерно попадет? Зерно попадет на землю. Профлицей в такой связке с фермерами седьмой год. Реальный опыт приносит плоды. Урожай гречихи на учебных полях один из самых высоких в районе. По гречихе и по озимам урожай будет выше прошлого года. В среднем на 15% выше прошлогоднего. Причем коренное отличие от 2014 года, когда гречиху убрать не успели и она осталась зимовать под снегом, в эти дни в самом гречневом районе уборку завершают. Дождик помешал, осталось 100 гектаров гречихи. И на этом отделении закончим, здесь только останется подсолнечник. Обучение молодой смены в Край совмещают с реальной уборкой. В эти дни все профессиональные лицеи и техникумы на полях. 19 учебных заведений Край в этом году засеяли в общей сложности 12 тысяч гектаров. Алийский технологический, Алтайский транспортный техникумы, Егоревский, Ребрихинский, Бочкаревский, Косихинский профессиональные лицеи уборку уже завершили. В ключах воспитанники молотят подсолнечник. Последними в аграрном списке на эту осень значатся технические культуры. Они не боятся заморозков, поэтому их всегда оставляют напоследок. В этот раз семечки в Край поспели раньше обычного. Начальник Михайловского сельхозуправления Анатолий Семенов шелушит подсолнух. 12 хозяйств в районе завершили обмолот зерновых. В каждом на полях остается внушительный клин подсолнечника. По-хорошему семечкам еще надо отстояться пару недель на корню. Для снижения влажности. Однако в этот раз урожай не дотягивает до прошлогодних 14 центнеров с гектара. Средний урожай составляет по району 10 центнеров. Будем говорить, что это очень хороший показатель. Учитывая, что в этом году, как бы мы ни хотели, а пыление на подсолнухе именно повлияли дожди. То есть мы берем шляпку и смотрим, что есть много пустых семечек. Эффективно решить проблему пустоцвета могут пчелы, считает директор хозяйства партнер Андрей Кожанов. Для привлечения к подсолнечнику опылителей он посеял на своих полях мощный медонос – синяк. Прихожу в одну торгующую компанию, которая занималась семена, не знает. Прихожу в другую, не знает. Прихожу в третью, мне говорят, ты что, больной. Это же сорняк. Мы делаем все, чтобы улучшить урожай подсолнечника. В том числе и занимаемся посеиванием синяка. Умеренно сладкий синяковый мед с тонким вкусом стал приятным дополнением к повышенному урожаю семечек. Но хозяйство «Горизонт» и фермер «Капелькин» сделали ставку на новые технологии. Специалисты говорят, за время естественной сушки в поле осыпается до третьей урожая. Современная сушилка доводит влажное зерно до стандартной всего за пару часов. Подсолнечник, который молотят прямо сейчас, дает урожайность 14 центнеров с гектара. Примерно на уровне 2016-го. Напомню, в прошлом году на площади 526 тысяч гектаров в крае вырастили 92% всех семечек Сибири. В этом сезоне культура в крае занимает полмиллиона гектаров. Морозов не боится и сладкий корень. Единственный за Уралом. Свеклосеющий регион в этом сезоне готовится к новому рекорду. В прошлом году был собран самый высокий за всю историю края урожай 810 тысяч тонн. В этом урожайность на 28 центнеров выше рекордной. По оперативным данным, в хозяйствах выкопали треть засеянных площадей. Это порядка 7 тысяч гектаров. С них получено более четверти миллиона тонн сырья для производства сахара. Всего же сахарную свеклу предстоит убрать на площади более 23 тысяч гектаров. Еще одна эксклюзивная культура может получить постоянную прописку на Алтае. В Смоленском и Мамонтовском районах подвели итоги масштабного эксперимента по выращиванию в крае сои. Редкое на Алтае зрелище – соевые поля. Их можно встретить в Азии, Америке, Африке и Австралии. В России же эту культуру возделывают в основном в Амурской области. Но оказалось, что выращивать сою можно и у нас. Если вы притащите сюда сорта из Техаса и посеете, то вы ничего не получите. Наши сорта в Техасе тоже ничего не дадут. И мы должны подбирать каждому климату свой сорт. Если мы правильно подберем сорта к климату, мы будем иметь такой же урожай, как в Техасе. В этом году в Алтайском крае провели эксперимент. В двух климатических зонах – Смоленском и Мамонтовском районах – посеяли несколько зарубежных сортов сои. Общая площадь – более 2000 гектаров. Это сорта канадский кофа и максус. Еще у нас есть третий сорт – это припят белорусский. Какой именно сорт будет подходить, это решение будет принято после урожая. Проект инициировал агропромышленный холдинг «Юг Сибири». Он планирует нанимать местных фермеров, предоставлять им семена, обеспечивать агрономическую поддержку, а затем приобретать сою по рыночной цене. Дело в том, что сейчас «Юг Сибири» закупает свой основной объем сои на Дальнем Востоке. При этом велики логистические затраты. Чтобы довезти сюда сою из Амурской области, нужно затратить в пределах 2-3 тысяч рублей на тонну. И, соответственно, это уходит из маржи. Приглашенные эксперты из России, Белоруссии, Украины и Канады протестировали семена сои с помощью специального прибора. За три минуты этот аппарат измеряет несколько параметров, в том числе протеин. Он делает 10 измерений и потом выдает средний показатель. Оказалось, что соевые бобы сорта «Алтон», которые чаще всего можно встретить на Алтае, содержат 35% протеина. А вот в канадском «Кофу» белка на 9% больше. Если в день я, то каждый процент протеина примерно стоит 500 рублей дополнительно, платит хозяйство. То есть 9 умножаем на 500, получается 4,5-500 за каждую тонну хозяйство получит дополнительное деньги. Итоги в цифрах подведут, когда весь урожай уберут с полей. Однако о том, что пилотный проект признан успешным, говорят планы. В следующем году Юг Сибири хочет увеличить пассивные площади по Цою в пять раз до 10 тысяч гектаров. Эксклюзивную линейку продолжает культура, которую называют сибирским ананасом. В крае, в самом разгаре, сбор облепихи. Наш регион считается мировым лидером по селекции зимостойких сортов. Выращиванием и переработкой этой ягоды занимается более двух десятков предприятий. На одном из самых крупных побывала Эльмира Минбаева. Каждый год Станислав, строитель Лесбийска, на месяц приезжает сюда. И к природе поближе, да и заработок неплохой, до двух тысяч рублей в день. Отец научил. Он с 86-го ездит. Прежде всего, шустрый человек должен быть, целеустремленный, чтобы побольше набрать. Чем больше наберешь, тем больше сдашь. В 8 утра каждый сборщик получает в свое распоряжение первый рядок облепихи. За фронт работ отвечает Звеневая Александра Александровна. Она же выдает и все необходимое для работы. Это специальное приспособление называется скребок. Оно вот так крепится на руку, чтобы не потерялось. И им собираются ягоды. Нужно на основание веточки поставить. И чтобы листиков не было много, в процессе мы немножко поворачиваем. Кому-то легко дается, кому-то тяжело это дается. Ну, учатся. Даешь рядки сначала такие, чтобы не очень были они. Как много ягод там было, чтобы он научился. Второй раз даю короткий рядок, чтобы побыстрее женщина тут прошла, чтобы она поняла, как это. Ну, а потом уже на общем основании они идут. Еще одна важная составляющая процесса – горка. Для ягоды – веселый аттракцион. А для сборщика – очистка от листьев, которые все же попали в лоток. Чистая она откатывается. Грязная остается. Плантация хозяйства «Ягодная» – 160 гектаров. В этом году с нее планируется собрать не меньше 600 тонн ягоды. Еще порядка 200 тонн привезут коллеги из других районов. В ближайшие несколько месяцев облепиха будет храниться здесь, в глубоком бассейне под гнетом из бетонных плит. В замкнутом пространстве, без доступа к кислороду, чтобы она не портилась, чтобы ее не поражала плесень, гниль и все такое прочее. Когда мы потом уберем сверху этот сок, она будет в прекрасном, хорошем состоянии, как свежая. Переработка начнется после первых морозов. Ягоду сначала сушат, а потом пропускают через эту линию. Конечный продукт – облепиховое масло, косметические, питательные и лечебные свойства которого известны далеко за пределами Алтайского края и России. В полку алтайских фермеров прибавление, да еще какое! Знаменитый веселый молочник, американец Джастас Уолкер, может переехать на Алтай. Он родом из Айдаха, в России поселился 22 года назад и занялся сельским хозяйством. Привез жену, завел подворье, делал сыр и йогурт из козьего молока. В Агучанском районе Красноярского края у Уолкера было около 20 гектаров земли для выпаса коз. Сейчас Джастас хочет более серьезно заняться животноводством и значительно расширить хозяйство. Для современной фермы и большого стада нужен обширный участок, не менее 100 гектаров. В поисках места он посетил Алтайский край. Кстати, свое прозвище «Веселый молочник» Джастас получил за ролики на канале YouTube, в которых он рассказывает о своем бизнесе, но и о жизни. В Америке ничего красивее Айдаха нету. Мой родной штат, конечно, я немножко с предвзятостью определенной, но ничего краще нету, чем Айдаха. Потом мы приехали в Алтай. Тут просто классно! Поэтому, если ты мечтал стать фермером, я могу посоветовать точно, что Алтайский край – это просто супер. Поэтому давайте, приезжайте. Я не знаю, я еще не приехал сам, уже приглашаю. Надеемся, еще не раз в нашей программе услышим этот заразительный смех. Закончим на этой веселой ноте. Желаем вашим семьям здоровья, домам богатства, полям урожая. До встречи в эфире через две недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова